30 ноября 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ о мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики. В этих целях была создана объединенная группировка вооруженных сил. Вскоре воздушная разведка получила ценные сведения. Совершенно секретно. 5 декабря 1994 года. Моздок. Министру обороны Российской Федерации, генералу армии Павлу Грачеву. Незаконные вооруженные формирования генерала Дудаева захватили на авиабазах Калиновская и Ханкала 260 учебно-тренировочных самолетов Л-29 и Л-39 чехословацкого производства. Каждый из них был переоборудован под носитель фугасных авиабомб или двух блоков неуправляемых реактивных снарядов типа ОБ-16 по 32 единицы. Главнокомандующий ВВС Российской Федерации генерал-полковник Пётр Дейнекин. Степень угрозы применения боевиками авиации была крайне высока. Поэтому на следующий день ВВС нанесли мощные удары по аэродромам противника и полностью уничтожили его самолеты. И фронтовая, и дальняя авиация показали себя таким образом, что не заслужили ни одного упрека ни со стороны высшего руководства, ни со стороны общевойскового командования. По иронии судьбы, когда-то большинство летчиков обучалось именно на таких самолетах. Более 50 лет машины чешского производства были основой учебного авиапарка Военно-Воздушных сил России. Но в наши дни для них найдена достойная замена – уникальный Як-130. Самолет обладает уникально большой вооруженностью. Это позволяет решать как учебные задачи, так и в случае локальных каких-то определенных конфликтов, которых, к сожалению, в последнее время у нас достаточно много, решать задачи боевого применения этого самолета, использования его в качестве легкого ударного самолета. Новейший Як-130 создан в ОКБ имени Яковлева и продолжает традиции знаменитой авиафирмы. Современные истребители – это сложнейшие авиакомплексы. Стоимость одной машины может достигать 50 миллионов долларов, но в несколько раз дороже государству обходится профессиональная подготовка высококлассных летчиков. Поэтому не жалеются средства на создание учебных летательных аппаратов. Единственный военный самолет, спроектированный и построенный в Новой России, Як-130. По мнению специалистов, в нем заложены идеи, которые позволяют эффективно готовить летный состав к работе на самолетах пятого поколения. Як обладает цифровой авионикой, современным вооружением и может использоваться как легкий штурмовик, а при необходимости и ударный беспилотный разведчик. В нашем фильме мы расскажем о неизвестных страницах истории создания самолетов ОКБ имени Яковлева, а также об уникальных и порой опасных элементах новой методики обучения летного состава. Як всемогущий 24 апреля 1946 года на подмосковном аэродроме в Жуковском состоялось историческое событие. В небо поднялся первый послевоенный реактивный истребитель МиГ-9. Всего на несколько часов он опередил своего соперника из ОКБ Александра Яковлева, первенца Як-15. Тем не менее, испытания Як-15 выявили преимущества, которые позволили ему опередить соперников и стать первым советским реактивным самолетом, официально принятым на вооружение ВВС. Именно на нем военные летчики впервые освоили высший пилотаж. Но обучение давалось слишком большой ценой. За освоение реактивной техники отдали свои жизни десятки пилотов. Для их полноценной подготовки требовался специальный учебно-тренировочный самолет. Когда появилась реактивная авиация, то выяснилось, что существовавшая ранее система подготовки летчиков, она не полностью удовлетворяет, потому что поршневые машины, а там была система такая, значит, вот известный всем ПО-2, потом, значит, самолет УТ-1 или УТ-2, учебно-тренировочный, и дальше реактивная машина. Промежуточного вот перехода учебно-реактивного самолета не было. И вскоре Александр Яковлев создал на базе серийного истребителя первый реактивный учебный самолет, который получил название Як-17 УТИ. Но он получился громоздким и плохо управляемым. К тому же в начале 47-го Советскому Союзу удалось приобрести у английской фирмы Роллс-Ройс более мощные турбореактивные двигатели. По распоряжению правительства их решили установить на новых фронтовых истребителях с прямым крылом Як-23. Впервые эти Яки планировалось открыто продемонстрировать на воздушном параде в Тушино летом 1948 года. Но на генеральной репетиции случилась трагедия. Совершенно секретно. 27 июля 1948 года. Москва. Председателю Совета Министров СССР Иосифу Сталину. 14 июля сего года на Тушинском аэродроме произошла катастрофа опытного истребителя Як-23. Комиссия по ее расследованию установила, что в крыло самолета попала оторвавшаяся часть руля поворота бомбардировщика Ту-14, который летел выше. В результате консоль истребителя отвалилась, и он начал терять высоту с вращением вокруг оси. Воздушным потоком сорвало фонарь кабины и выбросило из нее летчика-испытателя Михаила Иванова. При ударе о землю он погиб. Заместитель председателя Совета Министров СССР Лаврентий Берия. После катастрофы решение о дальнейшей судьбе самолета Як-23 не принималось почти год. А испытания новых истребителей со стреловидным крылом Микояна и Лавочкина, обладавших лучшими характеристиками, затягивались. Поэтому в 1949 году Як-23 запустили в серийное производство. Авиазаводы успели выпустить более 300 самолетов. Позже именно на их базе Александр Яковлев создал и опытный учебно-тренировочный истребитель. Традиции нашего АКБ, они по учебно-тренировочным самолетам, они достаточно богатые. Это и знаменитые поршневые самолеты 1937-1936 года УТИ, которые были родоначальниками учебно-тренировочных самолетов для истребительной авиации. Маневренные, двухместные, простые и выпускавшиеся в огромном количестве, до 7 тысяч самолетов. Далее, после войны, это Як-18Т, естественно, самолеты, на которых учились в училищах послевоенных. Но самолеты Як-23 широкого распространения в советских ВВС не получили. Их вытеснили новые, более маневренные, энерговооруженные истребители МиГ-15. И в начале 50-х почти все ЯКи были отправлены в социалистические страны Восточной Европы. А МиГи прекрасно заявили о себе в воздушных боях с американской авиацией в Корейской войне. За три года только от советских войск США потеряли в небе Кореи более 1300 самолетов. Это вынудило экспертов Пентагона приступить к более углубленному изучению возможностей авиации СССР. После того, как северокорейский летчик угнал истребитель МиГ-15, настал черед и Яков. Эта классическая операция ЦРУ получила кодовое название «Альфа» и вошла в учебники американских рыцарей, плаща и кинжала. О ее подробностях стало известно только в наши дни. В конце октября 1953 года американские разведчики в Югославии получили сведения о том, что через эту страну транзитом в Албанию проследуют 12 вагонов с новыми советскими истребителями Як-23. Тайная операция с завербованными югославскими агентами была разработана немедленно. Под Белградом один из вагонов был отцеплен и контейнер с ЯКом переправлен на специальный аэродром. Из Америки через Германию за ним прилетел военно-транспортный самолет и доставил его через океан. В ноябре на авиабазе «Райт Паттерсон» в штате Огайо истребитель выполнил 8 исследовательских полетов. После этого его возвратили обратно. В результате специалисты Воздушно-технического разведцентра ВВС США получили исчерпывающие сведения о возможностях очередного советского самолета. Летом 1956 года рядом стран был объявлен бойкот с 16-м Олимпийским игром в Мельбурне. Они потребовали от Израиля, Англии и Франции прекратить военные действия против Египта. На помощь дружественному египетскому народу пришел Советский Союз и страны народной демократии. В Каир была направлена военная техника, в том числе новейшие истребители. Вмешательство СССР остановило войну. В этот период, осознавая большую потребность в летных кадрах, главком ВВС Константин Вершинин выдал ОКБ Александра Яковлева задание на легкий реактивный учебно-тренировочный самолет. Он предназначался для обучения молодых пивотов и должен был обладать совершенно новой конструкцией и надежным специальным двигателем. Ни один существовавший-то двигатель не подходил из реактивных. Почему? Потому что у учебного самолета какая специфика? Большое количество взлетов и посадок и, кроме того, большое количество переходных режимов, так называемых приемностей. Летчик это учит, так сказать, не на длительные полеты, а именно вот так сказать, короткий полет, где-то минут 10-15 максимум. В 1957 году ОКБ приступило к созданию нового самолета, получившего название Як-30. Александр Яковлев обратился к своему однокашнику по военно-воздушной академии имени Жуковского Сергею Туманскому с просьбой создать небольшой двигатель. Туманский. Сначала он как-то отказывался, а потом получалось так, что самолет уже начал строиться, а двигателя еще нет. Поэтому требовалось, чтобы двигатель был создан в короткое учебное время. В то время, как всегда делалось, значит, лозунги. И в частности решили, раз учебный самолет, то будут его делать комсомольцы, заводы. На заводе, позже переименованном в ТНКБ «Союз», общее руководство проектом возглавил главный конструктор Юрий Гусев. Уже через три года новый двигатель Ру-19 был готов. Чтобы завершить его испытание, необходимо было проверить, сможет ли он работать при попадании внутрь посторонних предметов, в том числе птиц. Большинство аэродромов имеет по своим границам какие-то водоемы. И выяснилось, что самая большая неприятность происходит не от малых птичек. В то время самолеты не так, как сейчас, вот взлетают, сразу добирают высоту, а они обычно разгонялись в довольно большой период времени, шли по горизонтали, уже за границами аэродрома. То есть высота где-то ближе 100 метров, это высота, где, в общем, летают птицы. Молодые конструкторы выяснили, что для эксперимента подходит не просто птица, а только особая утка. В ВВСе был такой, вот сейчас живой, кстати, полковник Шершер, Эдуард Александрович, главный птичник ВВС его называли, который прекрасно разбирался, что как попадает. Эдуард Александрович сказал, что это, говорит, вам не просто нужно утку кинуть, а нужно утку-крякву. Спрашиваем, почему крякву? А потому что селезень, он сразу улетает на высоту, а кряква летит на малой высоте, вот они всегда и попадают. Сделать метательную машину для заброса птицы в работающий двигатель молодежи труда не составило. А вот поиск необходимого экземпляра отнял немало времени. Первым делом комсомольцы завода обратились в исторический музей. Но выдать им чучело кряквы хранители категорически отказались. Они не получили полной гарантии того, что после испытаний реликвия останется в целости. Тогда конструкторы решили, что для чистоты эксперимента и ради спасения летчиков им придется пожертвовать живой птицей. Один из продавцов на знаменитом птичьем рынке согласился за неделю найти нужную крякву. И только после того, как он добыл подходящую птицу, испытания возобновились. Все прошло успешно и двигатель их выдержал. 30 августа 1960 года Як-30 был направлен на госиспытание. К этому времени количество аварий и катастроф ВВС по причине слабой подготовки летчиков не снижалось. Поэтому, не дожидаясь завершения испытаний, секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устинов дал указание министру авиапрому Петру Дементьеву начать серийное производство самолетов. Одновременно в Тюмени был запущен в серию и новый двигатель. Устинов с помощью Дементьева хотел все-таки Як-30 запустить в серию с тем, чтобы именно эта машина была на вооружении УВВС. Через год, в августе 1961-го, испытания Як-30-го успешно завершились. И самолет был рекомендован для принятия на вооружение советской авиации. Однако незадолго до этого возникли незапланированные обстоятельства. В ноябре 1960 года, когда госиспытания самолета Як-30 были в полном разгаре, состоялись важные советско-чехословацкие переговоры. Во время них чехи впервые предложили первому заместителю председателя Совета Министров СССР Николаю Косыгину провести сравнение ЯКа с их новым учебно-тренировочным Л-29 «Дельфин». То, что партнеры по социалистическому лагерю построили собственный самолет, для руководства СССР было полной неожиданностью. Если говорить про Л-29, Л-39, да, получилось так, что у нас перехватили инициативу. Тут КБ мало что могло сделать. И, в общем-то, благодаря этому чешский самолет знает по всему миру сейчас. Алексей Косыгин согласился на проведение сравнительных испытаний трех самолетов. Решение закрепили постановлением Совета Министров. Поэтому запуск ЯК-30 в серию был отложен. И осенью 61-го в подмосковном Монино состоялись полеты советского Яка, чешского Дельфина и польского ТС-11 «Искра». Они сразу выявили преимущество советского самолета по длине пробега, взлетной массе, скороподъемности и маневренности. Это отметили и иностранные летчики. На польском самолете летал летчик, который провоевал всю войну у Деголя. Олейс Адамович, он был ярым противником Л-29 и все время говорил, какой замечательный самолет ЯК-30. Он сказал так, что если мы его и будем делать, то лучше мы сделаем свой утюг, а не чешский самолет. Но через месяц после начала испытаний, с визитом в Москву, прибыл президент Чехословакии Антонин Новотный. Нашими гостями на открытии были глава советского правительства Никита Сергеевич Крущев, члены Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. И вот, наконец, ровно в три часа дня, 3 мая, товарищ Антонин Новотный открыл выставку «Чехословакия» 1960 года. По итогам переговоров с ним, глава СССР Никита Крущев принял неожиданное политическое решение. В страны Варшавского договора будут поставляться не советские или польские учебно-тренировочные самолеты, а чешские Л-29. У Крущева были и положительные качества, но были ошибки. Я считаю, что административный зуд, который, прямо скажем, у Крущева болел, приводило к негативным последствиям. Дальнейшие сравнительные испытания машин являлись уже чистой формальностью. Начиная с 1963 года, чешские самолеты стали самыми массовыми самолетами первичного обучения летчиков в странах Восточной Европы. А на базе советского учебно-тренировочного «Яка», установившего к тому времени два мировых рекорда, был позже создан спортивный самолет. Но и он не нашел широкого применения. Иначе сложилась судьба двигателей «Як-30». Их решил использовать для создания боевых экранопланов главный конструктор Нижегородского КБ Ростислав Алексеев. Уникальные двигатели заинтересовали и конструкторское бюро Олега Антонову. Он применил их в качестве вспомогательной силовой установки для военно-транспортных самолетов типа Ан-26 и Ан-30. Эти машины летают по сей день. Опыт, полученный при создании учебного самолета, пригодился и конструкторам ОКБ имени Яковлева. Но произошло это через 30 лет. 19 августа 1991 года в Москве произошел антиконституционный путь. В столицу вошли колонны бронетехники. После полудня председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин обратился к гражданам с призывом дать ответ заговорщикам и вернуть страну к нормальной жизни. В это же время к зданию генштаба пробивалась машина заместителя главного конструктора ОКБ имени Яковлева Константина Поповича. Ему необходимо было подписать документы на испытание нового корабельного истребителя Як-41 с палубы авианосца. Это был первый в мире сверхзвуковой самолет с вертикальным взлетом и посадкой. С нашим мейн-предом ехали на Устинский мост, потому что нам нужно было 8,8 миллионов рублей. Мы должны подписать в Министерстве обороны по организации командировки и обеспечению полетов на севере. Очень удивились, что никуда не пускают. Но мы по набережной, которая была перекрыта, которую буквально разблокировали перед нашим приездом, проехали на этот Устинский мост и успешно это дело подписали. Через несколько дней два самолета Як-41 перелетели на Северный флот. Они должны были базироваться на авианосце Адмирал Горшков. Но тут выяснилось, что крейсер к испытаниям не готов. Все его службы обеспечения полетов не работали. Более того, они были приспособлены для других самолетов, штурмовиков Як-38. Чтобы восстановить навыки экипажа и наладить корабельное оборудование, конструкторам пришлось проложить героические усилия. И уже через месяц летчики-испытатели ОКБ Владимир Якимов и Андрей Синицын приступили к первым полетам. 41-я машина по своим тактико-техническим данным, по уровню технических решений, конструкторской мысли, она на десятилетия, а может быть и больше, опережала свое время. Но 5 октября 1991 года случилось непредвиденное. При заходе на посадку истребитель Як-41 Владимира Якимова рано начал торможение и упал на палубу авианосца. Подломились основные стойки шасси. Был пробит топливный бак, и самолет загорелся. Летчик сумел катапультироваться. Первое, что, конечно, командир корабля попытался сделать, это вытолкнуть наш самолет за борт. Для меня это был просто выстрел в голову, потому что я тогда терял все документирование, поэтому категорически там наши люди встали на упор. Я командиру корабля, естественно, доложил, что в принципе этого делать нельзя, пожар надо тушить. Но основные средства пожаротушения на корабле оказались нерабочими. Ситуацию спасли лишь ручные пламя-гасители. Константина Поповича назначили председателем комиссии по расследованию обстоятельств аварии. А через два месяца прекратил свое существование Советский Союз. Распалось Министерство авиапромышленности, и работы по уникальному истребителю Як-41 были окончательно закрыты. Сдачу документов по самолету Як-41 в архив Константин Попович переживал очень тяжело. Рушилось его любимое дело. В этот период распался Совет экономической взаимопомощи и Варшавский договор, что привело к прекращению экспорта учебных самолетов. Но уже в июле 1992 года ВВС России объявили конкурс проектов учебно-тренировочных комплексов для обучения летчиков фронтовой авиации. ОКБ имени Александра Яковлева приняло в нем участие одним из первых. Тогда и пригодился опыт создания самолета Як-30. Не случайно яковлевцы обошли коллега с 4 КБ и выиграли конкурс с проектом Як-130. Главным конструктором нового самолета стал Николай Долженков, а его заместителем Константин Попович. В августе 1995 года на подмосковном аэродроме в Жуковском прошел второй в истории России международный авиационно-космический салон «МАКС». С тех пор территория Летно-исследовательского института стала постоянным местом его проведения. Но специалисты отметили, что на этот раз в классе легких самолетов не было продемонстрировано никаких новинок. В 1995 году в России продолжался экономический кризис, который негативно влиял на развитие авиации. Но даже в этих условиях находились предприятия, которые не прерывали свою работу. В том же году на Нижегородском авиазаводе «Сокол» был построен опытный экземпляр легкого учебно-тренировочного самолета Як-130. А 25 апреля 1996 летчик-испытатель Андрей Синицын впервые поднял его в небо. Позже испытание продолжил Роман Тоскай. Интересно, что на начальном этапе в создании Яка приняла участие и итальянская фирма «Аэромаки». В то время оно тяжелое было для авиации, и поэтому, естественно, все искали, и мы в том числе, возможности выхода на международный рынок. Ряд вот этих шагов привел к тому, что «Аэромаки», а это была лидирующая, в общем-то, фирма на внешнем рынке по продажам и по разработке учебно-тренировочных самолетов, проанализировав характеристики наших подходов, в принципе, выразила заинтересованность, и спустя некоторое время были подписаны определенные договоренности по взаимодействию. Итальянцы сразу оценили достоинства российского Яка, который принял участие в показательных полетах на испытательной базе «Венигона». Старший летчик испытательный, Алин Тачканала, он очень хорошо воспринимал характеристики самолета, качество самолета, конечно же, их привлекали. Во-первых, поражала возможность самолета вот до серьезных таких, до больших углов атаки летать. При этом сохранялось и прекрасное поведение самолета, и устойчивость работы силовой установки. Позже выяснилось, что российские стандарты по комплектации самолета принципиально отличаются от принятых в НАТО. Поэтому итальянцы, получив базовую документацию на Як-130, создали свою версию машины. А яковлевцы пошли дальше самостоятельно. Безусловно, наша версия шире по возможностям, и, наверное, вот та готовность идти на какой-то риск у нас чуть-чуть повыше, и за счет этого мы несколько впереди по возможностям самолета, по самой начинке, по заложенным туда мозгам. Дефицит легких штурмовиков во время контртеррористической операции на Кавказе вынудил военных расширить задание ОКБ имени Яковлева. Отныне самолет Як-130 должен был обладать возможностями для выполнения не только учебно-тренировочных, но и боевых задач. И с этой работой конструкторы справились успешно. В марте 2002 года руководство УВС России сделало окончательный выбор в пользу Як-130. На Як-130 я летал, я просто был приятно удивлен. Минимальнейшая работа летчика с оборудованием кабина. И в то же время с огромной информацией о полете. Вот это прелесть. В том же году главным конструктором Як-130 был назначен Константин Попович. Именно на его плечи легла основная нагрузка по проведению испытаний самолета и запуску его в серийное производство. Предметом особой гордости конструкторов являются две кабины экипажа. Таких нет ни на одном российском самолете. В каждой находится суперсовременная аппаратура. Полетная информация для летчика отображается на трех электронных жидкокристаллических дисплеях. Кроме того, в передней кабине пилота и есть нашлемная система целеуказания и индикатор обстановки на лобовом стекле. А выдает ее искусственный интеллект самолета или цифровая комплексная система управления, в которой заложено четырехкратное резервирование на случай отказа. Она контролирует работу всех агрегатов и узлов, в том числе двигателей. Интересно, что с ее помощью можно моделировать режимы полета и боя любых отечественных или зарубежных истребителей четвертого и пятого поколений. В апреле 2004 года в небо поднялся первый Як-130 в серийной конфигурации. Но на пути к его совершенству конструкторам и летчикам пришлось преодолеть ряд недостатков. Были серьезные дефекты. Отламывался законцовки крыла. Приходилось потом переделывать все эти вещи. Мы достаточно много садились с выключенными двигателями. Различные были вещи. Были неустойчивые работы воздухособорника. Сейчас мы уже прошли достаточно широко по части испытаний. Но, пожалуй, самый критический момент в испытаниях наступил 26 июля 2006 года. В тот день летчики-испытатели Олег Каноненко и полковник Сергей Щербинок выполняли плановый полет. На высоте 10 километров Як неожиданно перевернулся. Мы пытались сначала управлять эти самолеты в том состоянии, в котором он был. Но понятно было, что, видимо, что-то было с управлением. Перешли на резервную систему управления, на прямую связь. Но, к сожалению, он вел себя так же, как будто ничего не происходит. И управления не было никакого ни по тангажу, ни по хрена. В этот момент Роман Тоскаев ждал возвращения экипажа в Жуковском. Слышно было, когда они там заняли эшелон. И затем слышим по радиостанции, радиообмен такой уже напряженный. Изначально, конечно, пока они там пытались что-то сделать, конечно, это все там молчком-молчком было не до доклада. Пока вот непонятная ситуация, вроде как еще не знаешь, что доложить, пытаешься ее побороть. Поэтому, да, конечно, некоторое время там молчали, когда уже стало понятно, что отказ управления. Но они так и доложили, что отказал управление. Борясь за самолет, летчики потеряли 8 километров высоты. После того, как руководитель полетов разрешил им катапультирование, на командно-диспетчерском пункте воцарилась полная тишина. Напряжение достигло апогея. На 2000-х мы выпрыгнули, система катапультирования сработала. Но о том, что экипаж благополучно покинул неуправляемый самолет, на аэродроме никто не знал. Волнение улеглось лишь после звонка с мобильного телефона. Пока мы делали те действия, которые должны были делать, оповещение, засечь там место, все, надо вызвать машину, кто поедет. Раздался звонок Олега Кононенко, он с мобильником летел, мобильник в кармане. Ну и все, как-то нам здорово облегчилась ситуация, потому что, ну, во-первых, летчики живы, еще они доложили, что, в общем-то, нормальное, не переломано, ничего. Уже через два часа вертолет доставил летчиков на базу, где произошел разбор полета. На новом Яке катапультирование происходит через фонарь. Сначала подрываются пиропатроны, которые разрушают остекление, а затем из кабин выстреливаются кресла с летчиками. При этом, во избежание столкновения, они направляются в разные стороны. В случае с экипажем Олега Кононенко система сработала даже несмотря на то, что пилоты катапультировались с малой высоты и вниз головой. В принципе, мы имели подтверждение надежности системы катапультирования и катапультных кресел, которые мы подтверждали на стендах. Действия экипажа были признаны правильными. Олег Кононенко оказался достоин своего отца, который в прошлом испытывал вертикально взлетающие штурмовики ОКБ Яковлева. Как привезли, значит, в первую очередь, какие документы должны быть заполнены по аварийному такому случаю. Мы все это сделали, а дальше ребята отдыхать. Ну и, естественно, собрались, чтобы за счастливое окончание такого случая, что все нормально, конечно, мы посидели там, выпили, послушали рассказы, кто как все это представлял. Конструкторы внимательно изучили причины отказа системы управления, которая привела к потере самолета и сделали необходимые дороги. Имея крыло с развитыми наплывами и два мощных турбореактивных двигателя, новый ЯК, в отличие от зарубежных аналогов, способен выполнять маневры на углах атаки до 42 градусов. Это позволяет ему эффективно вести воздушный бой даже на дозвуковых скоростях. На этих рассекреченных кадрах вы впервые видите, как проходят пуски ракет с ЯК-130. Удобно иметь многофункциональный самолет. В мирное время он учебно-тренировочный, начинается война, мы его используем как боевой. Ближний воздушный бой визуально он вести может. И для этого вооружен. В принципе, работать по вертолетам, работать по транспортным самолетам вполне может при наведении. Выжить в бою ЯКу помогает накладная броня из особого материала. Она прикрывает жизненно важные отсеки самолетов, кабины летчиков и силовую установку. Для защиты двигателей от попадания посторонних предметов воздухозаборники во время взлета и посадки закрываются специальными створками. Для расширения ударных возможностей на самолете возможна установка РЛС, разведывательные аппаратуры, средств противодействия и системы дозаправки топливом в полете. В модификации легкого штурмовика 30% веса ЯК-130 может занимать различное вооружение, в том числе высокоточные боеприпасы и пушечные контейнеры. Сейчас вы впервые можете наблюдать испытания пушек. При действиях в густонаселенных районах это позволит самолету успешно поражать не только воздушные, но и наземные цели. Особенность от предыдущих учебных самолетов, которые летают сейчас и стоят на вооружении, такие как Л-39, является то, что самолет может способен применять все современные средства вооружения, как неуправляемые, так и управляемые, что позволяет значительно сократить и стоимость подготовки летного состава в частях ОВС, ну и, так сказать, улучшить степень подготовки. Полную автономность действиям самолета и его экипажа придали вспомогательная силовая установка и бортовая кислородная станция. Их применение позволяет отказаться от аналогичных наземных средств. Поэтому Як-130 может базироваться даже на необорудованных аэродромах. Одновременно с самолетом конструкторы создали дисплейные классы и пилотажные тренажеры. Вместе они образовали учебно-тренировочный комплекс. Работая на нем, курсанты и офицеры без риска для жизни и потери дорогостоящей техники могут подготовиться к действиям в любых внештатных ситуациях. Подобная цифровая программируемая техника нового поколения полностью меняет психологию и культуру летного состава. Раньше на самолетах ставили системы, которые, ну, называется там система безопасности, но они предупреждали в первую очередь выход на опасные критические режимы по различным делам. Например, по углам атаки, по перегрузке или что-то. И как-то летчика предохраняли или оповещали. А здесь уже выходим на какой-то новый уровень, меняется даже как бы стереотип, характер пилотирования. В 2006 году первый этап государственных испытаний учебно-боевого Як-130 был успешно завершен. Он позволил российским военно-воздушным силам приступить к серийной закупке уникальных самолетов. Скоро они начнут поступать в войска. Самый новый на сегодняшний день, новое слово в авиационной технике. Есть еще трудности, сложности. Процесс испытаний продолжается. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этот самолет был лучшим в мире. И понравился нашим летчикам. И на этом самолете успешно готовились наши курсанты, будущие кадры, защитники Родины. Март 2006 года. Алжир. Во время визита президента России Владимира Путина был подписан самый рекордный за новейшую историю страны пакет контрактов на поставку оружия. Сумма составила более 7 миллиардов долларов. Среди разнообразной военной техники в ближайшие 4 года алжирские ВВС должны получить и учебно-боевые самолеты Як-130. Их производство уже налажено на Иркутском авиационном заводе. Появление вот этого самолета Як-130 на заводе было воспринято. Это и энтузиазм, это и радость от того, что появился новый интересный проект. Радость от того, что мы вновь работаем со старыми друзьями в Сокобо-Яковлево. Это настроение людей на заводе, оно очень ощущалось. Причем, что самое интересное, значит, оно ощущалось не только у старых кадровых работников, но этим как-то заражались и молодые. Вот этим энтузиазмом. Для многих это вообще был первый самолет, который они ставят на производство. А это, знаете, ну как, первая любовь, первый ребенок. Это этап в жизни. Ожидается, что в ближайшие годы самолеты Як-130 приобретут и другие партнеры России. Выдающийся авиаконструктор Александр Яковлев говорил, «На моем пути было много всякого. Радость творчества и муки неудач, и горечь поражений, и сладость побед. Но цель была одна – служить своей родине и народу». За более чем 80 лет своего существования Яковлевское ОКБ выпустило свыше 200 типов летательных аппаратов. Создание самолета Як-130 – одна из вершин этого коллектива. Он вернул России первенство в производстве учебных самолетов и уверенность в том, что будущее отечественной авиации окажется в надежных руках. Редактор субтитров А.Семкин